Добрый вечер! В эфире Вести Карачаева, Черкесия. Подписанное сегодня соглашение предусматривает не только сотрудничество в сфере подготовки кадров, в том числе по целевым программам. Предметом сотрудничества станут и программы повышения квалификации для работников предприятий реального сектора экономики. Для республики Северо-Кавказский федеральный университет является основным университетом, где обучаются дети из Карачаева, Черкесской республики. Сегодня около 1200 человек обучаются в университете. Ваши подходы, новые форматы обучения и, конечно же, еще о самом главном, о чем я сказал, не только давать детям знания, но еще прививать культуру, культуру многонациональной нашей страны, многоконфессиональной нашей страны. Мы заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве, развитии наших в моем отношении. Студенческий контингент, обучающийся, за исключением, может быть, Ставропольского края, где мы находимся, ребят с Карачаева и Черкесии больше всего. И действительно, мы видим достаточно большой интерес с их стороны к получению знаний, значит, и на выпуске становиться высококвалифицированными специалистами. И самое главное – возвращение своего альмаматора в свою родную республику, быть нужным, полезным республике, вкладываться в развитие разных отраслей в целом экономики. Год педагога и наставника сегодня официально стартовал в Карачаево-Черкесии. На торжественном мероприятии, посвященном данному событию, побывала Фатима Даурова. Смотрите подробности. Классическая музыка в тон красивому празднику для представителей самой классической профессии в мире. В зале сидят приглашенные учителя, педагоги и наставники со всей республики. С праздничным словом к собравшимся обратился глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. К своему выступлению он подчеркнул роль педагога в прогрессивном развитии общества, формировании его достойной будущности, воспитании молодежи, которая продолжит дело старших на более высоком уровне развития. Дорогие педагоги, будущее страны и Карачаево-Черкесии в ваших руках. Убежден, что вместе с молодыми и опытными педагогами, родительскими сообществами мы добьемся того, чтобы наши дети выросли хорошо образованными, конкурентоспособными, успешными людьми, настоящими патриотами и достойными гражданами Российской Федерации. В свою очередь мы сделаем все возможное, чтобы вы работали на современном оборудовании, в комфортных условиях, получали достойную оплату труда. В день торжественного открытия года педагога и наставника в нашей республике примите от меня самые искренние пожелания счастья, благополучия, вдохновения, успехов в профессиональных и творческих объектах. Нескольким представителям благородной профессии были присвоены почетные звания, заслуженный работник народного образования Карачаева-Черкесии и заслуженный учитель Карачаева-Черкесии. Из рук главы региона они получили документ, подтверждающий их профессионализм и заслуги в педагогической и воспитательной деятельности. К поздравлениям присоединился и спикер Народного собрания республики Александр Иванов. Благодарственными письмами парламента Карачаева-Черкесии отметили пять ветеранов педагогического труда. Позвольте поблагодарить вас за ту работу, которую вы делаете. Пожелать вам мира в ваших домах, благополучия вашим семьям и уверен, что все возложенные на вас задачи будут с успехом выполнены. И, конечно же, поздравить женщин с прошедшим 8 марта. Почетный работник образования России, отличник народного просвещения Зинаида Лисовенко, педагогический стаж которой насчитывается более 50 лет, передала эстафету наставничества молодому поколению учителей. Из рук опытного педагога ее приняла учитель начальных классов 17-й гимназии Черкеска Алина Анчокова. На долгие годы все молодые и те, кто уже с опытом, сохранили желание работать и молодость в душе. Эту книгу знаний я передаю молодому поколению с тем, чтобы они продолжили и умножили лучшие традиции в образовании. Молодой представитель одной из самых старых и уважаемых профессий в мире пообещала, что она и ее коллеги будут достойно нести возложенную на них ответственность и оправдают надежды. Официальное мероприятие продолжилось праздничным концертом. Хатима Дорва-Лебастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. В очередной раз пополнился парк школьного автотранспорта Карачаева-Черкесии. Ключи от 13 новеньких автобусов руководителям общеобразовательных учреждений сельских территорий сегодня лично вручил глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов. Подробнее расскажет Ахмат Халкечев. Новые школьные автобусы заменят транспорт, который уже отслужил свой срок, либо уже не соответствует современным требованиям безопасной перевозки детей. Но для некоторых общеобразовательных учреждений, руководителям которых сегодня ключи лично вручил глава региона, это вообще первый школьный автотранспорт. Для нас сегодня большая радость, потому что мы получаем первый автобус для нашей школы. До этого у нас автобуса не было, и дети добирались в школу по тротуарам, и это было небезопасно. Я думаю, что это расширит возможности образовательного процесса, так как мы будем иметь возможность детей вывозить на экскурсии, в музеи, в театры. Так что большое спасибо за автобус. Вы знаете же, что у нас местность расположена поквартально, и дети ходили издалека, поэтому и детки обрадуются, и родители обрадуются, что теперь уже представилась такая возможность, что все дети смогут приезжать в школу на автобусе. На сельских территориях, где имеется необходимость осуществлять подвоз учащихся на транспорте, школьный автобус – это не только комфорт, но и безопасность наших детей, прежде всего отметил глава республики Рашид Темрезов. Мы сегодня видим, что вообще система образования за счет тех поручений, которые президент дал, и тех инициатив партии «Единая Россия», они значительно укрепляют и образовательную систему. Мы видим, что только за прошлый год мы 24 школы фактически построили. Понятно, что капитально отремонтировали, но это абсолютно новые школы, новые условия для детей. Изначально федеральная программа «Новая школа», стартовавшая в 2016 году, была рассчитана на 4 года. Но когда она показала свою эффективность и востребованность, партия «Единая Россия», чьей инициативой и являлась программа, каждый раз добивалась ее продления. Так, за последние 7 лет наша республика пополнила свой парк специализированного школьного автотранспорта на 190 единиц. Ахмат Халкичев, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Южные 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 4, а днем 18-20 градусов тепла. В картинной галерее открылась выставка двигающихся, говорящих и поющих героев из любимых советских сказок и мультфильмов. Ждем вас ежедневно с 10 до 19 часов. Выходной понедельник. Сотелла «Мебель». Широкий ассортимент от мягкой до корпусной мебели. Доставка по Карачаево-Черкесии Ставропольскому краю бесплатно. Станица Отрадная, улица Широкая, 2Б, второй этаж. Телефон 8-952-836-47-03. Увидела свет новая книга известного общественно-политического и государственного деятеля, публициста и поэта, первого в истории Карачаев ученого электротехника Исмаила Алиева. «Титанический труд», историко-географический очерк под названием «Хурзук» вышел в Москве в издательстве «Делибри». В книге Исмаила Ибрагимовича впервые за древнюю историю аула столь детально проводится описание его ландшафтов, его достопримечательностей, его древней, драматичной, а порой трагичной истории в контексте истории всего карачаевского народа. Также в книге имена жизнеописания знаменитых хурзукчан. О самом издании и о хурзуке автор рассказал нашему корреспонденту Белли Джазаевой. Пресловуто-банальное выражение «талантливый человек талантлив во всем» как нельзя, кстати, подходит к автору книги «Хурзук». С точки зрения обывателя тут сошлось несочетаемое. Хотя Исмаил Ибрагимович своей богатой творческой жизнью опровергает все аксиомы. Исмаил Алиев – первый в истории Карачая ученый-электротехник. Он автор около 200 научных трудов и изобретений в области электротехники, а также несколько десятков книг по различным отраслям знаний – электротехники, этнополитики, филологии, истории и поэзии. Его учебные пособия для студентов вузов с грифом Минобразования Российской Федерации используются в технических вузах России и ближнем зарубежье. Профессор Алиев отдал преподавательской деятельности в вузах СССР и России более 40 лет. Он является почетным работником высшей школы России. Что касается книги «Хурзук», идея ее написания появилась, по словам автора, совершенно случайно. А сам «Хурзук» Исмаил Ибрагимович романтично называет своей большой любовью. «Хурзук» – это моя самая большая любовь из всех населенных пунктов, начиная от Москвы, где я жил 25 лет, и кончая в Черкесском, где я тоже очень был. «Хурзук» – это моё самое любимое поселение, потому что это отцовский аул. В «Хурзуке» я встретил свою судьбу 50 лет назад. И вот практически 40 лет назад каждое лето, а у нас отпуск был замечательный, два месяца, профессор, мы проводили семью в «Хурзуке». Вот это, поэтому это моя любовь. Сначала он мне нравился, мне, «Хурзук», потому что это отцовский аул. Потом к «Хурзуку» привязались мои дети, потом «Хурзук» полюбили мои внуки. Вот такая вот у нас любовь из поколения в поколение к «Хурзуку». Аул «Хурзук» – одно из самых древних поселений не только Карачаева Черкесской республики, но и всего Северного Кавказа. Он расположен в живописнейших горах под Эльбрусом, у самых истоков реки Кубань. Книга «Хурзук» – это историко-географический очерк. Как было сказано выше, это цитанический труд. По словам автора, информации по «Хурзуку» было совсем мало. Но, тем не менее, Исмаилу Ибрагимовичу удалось собрать обширнейший материал. Книга состоит из множества глав. Это и хурзукский ландшафт, и его растительный и животный мир, его история, древние жилища и, конечно, хурзукские достопримечательности. В книге впервые представлен наиболее полный список имен и фотографий известных хурзукчан и участников Великой Отечественной войны. Я, в общем-то, обошел горы Карачаи от Архыза, от Лабы и до Эльбруса. Но, повторяю, да, у нас везде потрясающе красивые горы. Но хурзук – это его специфика в чем заключается? Вот с моей точки зрения, хурзук – это идеальный туристический центр. Идеальный. Это не Архыз идеальный, а хурзук. И не Домбай. Почему? А я объяснил. Хурзук располагается… Вот я широко использовал в книге спутниковые снимки. И вот если посмотришь сверху на хурзук, то хурзук находится в центре, откуда ответвляются во все стороны, с севера, начиная на юг и так дальше, ответвляются прекраснейшие ущелья, неповторимые каждый по своей красоте. Без сомнения, эта книга представляет большой интерес, так как она ориентирована на широкий круг читателей, любителей природы, древности и путешествий. Была Джозаева Алибастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Расширенное интервью с почетным работником высшего профессионального образования России, государственным и общественным деятелем. Автором книги «Хурзук» Исмаилом Алиевым смотрите в понедельник на телеканале «Россия 24» в 17.40. Коммунистическая партия России и региональное отделение Всероссийского женского союза «Надежда России» в Ногайском районе организовали мероприятие, посвященное яркому весеннему празднику. На торжество пригласили семьи военнослужащих участников СВО. Родственник и бойцов поблагодарили за оказываемую поддержку и внимание, а также всех неравнодушных жителей района, которые вносят благотворительные взносы. Мероприятие прошло в уютной атмосфере, звучали теплые слова поздравления. Мы считаем, что трудное время для них. Очень важно поддержать их морально, отметить именно их выдержку, терпение, что у них есть. И пожелать прежде всего, чтобы их дети вернулись целыми и невредими. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Лимитчицы». Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин